Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я расскажу вам историю моих волос, потому что мои несчастные волосы опять настрадались. И страна должна знать своих героев, антигероев в том числе. В этом видео также я расскажу вам о моем уходе за волосами, что я вообще с ними делаю, как получился вот этот вот белый цвет, о котором меня так много спрашивали, как получился этот красный, и вообще немножко просклит. Короче, я сегодня расскажу вам все то, что случалось с моими волосами за всю их несчастную жизнь. Так что присаживайтесь поудобнее, берите себе вкусный напиток или вкусную воду. Обязательно ставьте лайк на это видео, ну, потому что почему бы не поставить лайк, если можно поставить лайк. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, тык! Включаю себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Давайте начнем это видео с моего самого утра, потому что я только что помыла волосы, и я испытала стресс. Короче, видите проблему? Здесь чулка, она розовая немного. И знаете почему? Когда ты моешь вот эту вот сторону, то даже если поедет маленькая капля, она окрашивает. Я сейчас узнала лайфхак, как это предотвратить. Вместе с чем я только что проснулась, поэтому я выгляжу так странно. Тут, короче, целая эпопея. В самом начале нужно мыть белую прядь, а вот эту нужно убирать. Нужно следить за тем, чтобы наверняка вот эта только прядь помылась, или вся голова вместе с этой прядью, и только потом мыть красным. Причем вот эти волосы уже забирать, чтобы они не в коем случае, а красить красным, и все равно крашится. Поэтому сейчас я буду проверять, работает ли этот метод с пищевой содой, или цвет просто подрачен, потому что я не уследила. Хотя я была очень-очень-очень осторожна, да. Выгляжу как бомж, и что? А зеркало даже мило выгляжу. И как это вообще работает? Короче, пищевая сода немного добавляем. Надеюсь, это норм. Блин, а кто-то знает, зачем я вообще сейчас это разводила, если я должна волосы помыть сейчас сначала красную прядь, потом это, а потом уже нанести соду, потому что вдруг я опять уконтошу все. Просто, чтобы вы понимали, это я воспользовалась полотенцем для вот этой вот маленькой прядки. Я нанесла, подождем 7 минут. Прошло 7 минут, тут никакой разницы не вижу, но смываем. Вот, походу, ты реально усрал. А жаль, ну ладно, сейчас посушу все. Кстати, с сушкой тут тоже целая эпопея, потому что это нужно закалывать, это нужно сушить в первую очередь, и все остальное во вторую. Знаете, к моему удивлению, а розовый-то ушел. Не знаю, как это произошло, но это произошло, и я очень рада. Все, я сделаю укладку и вернусь. Когда я только-только покрасила волосы и посмотрела на себя в зеркало, я поняла, что я хочу сделать сплит на всю голову. Тогда я написала Маше Марморец, что типа, братан, я хочу сплит на всю голову. И она мне отправила вот это вот сообщение. Давайте его вместе прослушаем. Может быть такое, что ты, короче, сняла видос, а у тебя там башкой махнуло, и у тебя передняя прядка там с красной с половиной на белую перекинулась, и ты сидела так полвидела. То, что ветер дует, там спереди и сзади надо пройти постоянно, это бесит. Еще мыть каждую половину разным шампунем тоже неудобно. Как ты сзади проконтролируешь, когда намылишь, что ты точно железно не зашла на белые волосы? Типа у тебя сзади может покраситься, прикинь, локально покраситься пятнами, допустим. Будет белая и вот с пятнами розовыми. Сначала я подумала, что, наверное, она права. Потом я подумала, что, наверное, она заблуждается. А потом дело дошло до первой помывки волос. И тут-то я испытала весь ад и одища, но вы видели в предыдущем видео, как это происходило. На самом деле, каждый раз, когда я что-то делаю с волосами, я испытываю стресс, и тому есть одна причина. Сейчас я вам не расскажу. На самом деле, это очень тупая история из моего детства. Когда я была маленькой, для меня очень важно было, чтобы у меня были длинные волосы. Потому что смотрела на моих девочек, я не знаю откуда, ну, со школы, наверное. Думала, блин, у них такие красивые длинные волосы. И им так повезло, что у них такие длинные густые волосы. Я смотрела на эти прекрасные волосы, особенно если девочки были со светлыми волосами, и думала, ё-моё, это так шикарно. Я тогда была со своей бабушкой, и когда мы пошли в парикмахерскую, она сказала, сейчас, смотрите, подровняем кончики, будет всё классно. Я такая, ну, ок, потому что я не ожидала подвоха. И тут я понимаю, что вместо того, чтобы подровнять мне кончики, мне просто делают кореху. Причём ужасную кореху, знаете, вот это такая длина, которая ни туда, ни сюда. Оно и не короткое, оно и не длинное, оно какое-то очень странное, абсолютно мне не подходящее, и ещё дурацкую прямую вот такую чёлку. Я начинаю плакать, потому что мне очень грустно. Мне начинают убого говорить, что, типа, да нет, тебе хорошо, отличная кореха, волосы будут три раза гуще, why, обещаем краски, девушка персик. Я просто, да, уже поняла, что волосы для меня это вещь очень тяжёлая, потому что я, правда, очень сильно страдала, я смотрела на себя в зеркало, просто ненавидела себя с этой корехой. У меня к тому же ещё на тот момент начали темнеть волосы, потому что изначально я была очень белая, то есть у меня волосы практически такие были свои родные. Потом я стала темнеть в русую, и я вижу вот этот вот русый оттенок, который мне не нравится, вижу эту кореху, которая мне тоже ужасно не нравится, и я просто начинаю страдать. Это боль, боль была. Потом всю оставшуюся школьную жизнь я посвятила тому, чтобы волосы отращивать, но всё равно это было, конечно, тлен и тоска. А так я их потом бахнула в третьем классе обратно в блонды, и мне было нормально, было вообще зашибись. И в большинство моментов я особо ничего с ними не делала, кроме того, что травила их одищенским блондом. Поэтому, когда кто-то удивляется, типа, вау, ты покрасила чёлку, вот это, конечно, молодец! Никто же никогда не красил чёлку! Для меня даже покрасить чёлку, это просто пипец, какое вообще достижение, тем более её отстричь. И всё такое, по одной простой причине, потому что я в один момент испытала ужасную травму, и с тех пор мне, правда, очень стрёмно всё, что касается моих волос. Я не случайно начала с этой истории, потому что дальше мы отойдём к моменту, когда всё стало меняться, и меняться стало совсем недавно. До этого момента я реально была зациклена на том, что цвет волос мне должен быть только определённый, и никак иначе, потому что, в противном случае, я просто боюсь, что я опять буду смотреть на себя, и буду комплексовать за то, что мне не нравится, как я выгляжу. А я ещё такой дурацкий человек, меня абсолютно не волнует, что и кто думает на тему моей внешности, хорошо думает или плохо, до тех пор, пока я сама на себя смотрю, я себе нравлюсь. И поэтому для меня это всегда идея фикс, в первую очередь, нравится себе. А так образ у меня уже есть в голове определённый, это каждый раз, когда я смотрю на себя в зеркало, я там, типа, понимаю, мне хорошо или мне плохо, и мне абсолютно плевать, кто и что говорит. То есть даже если мне весь мир будет говорить перекрасиво словом там зелёный цвет, а я понимаю, что я не буду воспринимать себя зелёным, я этого не сделаю, потому что я потом буду страдать. В какой-то момент я реально поняла, что я зациклена на блонде, и это неправильно, так не должно быть. Мы же в современном мире, всё изменяется, и нужно пробовать себя разной, а не быть заложником своего какого-то там образа, который в какой-то момент детскую травму там, да, тебе нанёс. И поэтому ты вот такая вот, извините, пожалуйста. И где-то вот на первое изменение я решилась, ну, во-первых, когда я накупила кучу розового шампуня, вы все помните это ужасное видео, как я по-дурацки испоганила все волосы, потом ходила с отвратительным розовым цветом из дурацкого розового шампуня. Не, он на самом деле прекрасный, это шампунь богов, ничего не скажу, но то, как я, конечно, его использовалась, я была молодец. А дело вот с этим, снималась вот так вот, короче, печаль-беда, но нормально. Меня это не сильно травмировало, потом я всё это смыла, у меня были крашеные розовые концы, и потом, когда я летела из Сингапура уже домой, уже в Москву, это было где-то в феврале как раз до того, как случилось то, что случилось, я сидела в самолёте, я просто фотошопила себе фотографию вот эту. И мне не нравился цвет волос, который получился, потому что, видимо, на солнце они выгорели, стали какими-то дурацкими. И я подумала, блин, может быть, попробовать сделать волосы чуть-чуть потемнее, сделать их более подмонентуральные, потому что монентуральные, ну, вот он, собственно, такое есть, как вы сейчас видите, там, только более холодного подтона, у меня сами по себе волосы чуть более тёплые, вот, в окрашивании, чем монентуральные, они более холодные. Вот, я сидела, короче, делала вот эту фотографию, и когда я приземлилась, я поняла, что мне нравится, как выглядят волосы на этой фотографии. Кстати, тогда ещё эта чёлка не была в тренде, это просто, ну, у меня была такая мысль, потому что самая главная часть, которая формирует, в общем-то, восприятие цвета вашего лица и всего такого, это именно вот эта. Эта часть может быть какое угодно, но если изменяется вот эта, то изменяется весь образ. И для меня даже тогда вот этот вот момент с дурацкой чёлкой был весьма радикальный. Я пошла в салон, эту часть мне затонировали в более тёмную, эту часть мне высветлили, сделали более светлую, и я стала ходить вот так. Также я снимала видосы, в сочетании с немного с горелой кожей, даже вроде было неплохо, а потом поняла, что я хочу большего. Я бахнула на чёлку розовый цвет, о, да, опять-таки история о том, какая я молодец и какая я отважная. Класс! Пахнула в розовый, мне внезапно очень понравилось, ну, мне прям пипец как понравилось, это было просто одно из самых правильных решений в моей жизни. Я долго ходила с этим розовым, и всё было классно и замечательно, а потом я поехала в Питер, вот буквально сегодня недавно, к Марморис. И пока мы сидели кастомили с ней шмот, я поняла, что или сейчас, или никогда, тем более рядом, когда ты с таким торчатым человеком находишься, ты сама подстраиваешься под этот вайп, и я говорю, Маша, покрась мне волосы. Она смотрит на меня, как она больная, такая, типа, чё? Такая, покрась мне волосы. И она такая, эээ, нет. И такая, дед, сделай это, покрась мне волосы, типа, полностью на свой вкус. И, ну, дальше вы видели видео, то, что произошло, как это произошло, если не видели, то посмотрите, потому что не хочу по второму разу повторять. После этого экспириенса с Машей я в этот момент поняла, что всё, я уже готова, там, не знаю, свою голову, какой угодно цвет красить, мне норма, в конце концов. В крайнем случае, постригуюсь на лысо и одену потом парик, закажу какой-нибудь парик из Америки, который дорогой, с натуральными волосами, если прям совсем всё пипец будет, и буду ходить в парике, и типа, пох. Потом приехала в Москву, пошла к мастеру, мне уже сделали вот это вот окрашивание, которое мне очень понравилось, и мои друзья, которые крашат этого чувака, тоже очень сильно обрадовались, и мне очень понравилось, как мне сделали. Кстати, был мастер, который красит тильку, поэтому это вот проверенный человек, и явно тут фигней бы не натворили, потому что тильку я вижу достаточно часто, как бы я вижу, что у неё на голове всегда всё хорошо, и вот, в общем, получилось как получилось. По поводу ухода за волосами. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что у меня мои волосы нарощены. Я ношу ленту уже более одного года, я полностью довольна. Я изначально согласилась на наращивание волос в тот момент, когда я испортила мои волосы в ночи окрашиванием, я была молодец, я это признаю, поняла, что волосам там реально жесть, и как бы или отстригать чуть ли не вот так, или идти делать наращивание, я решила сделать наращивание, хотя очень сильно боялась его делать, очень сильно боялась в спорт ситуации, но нет, я сделала наращивание, я уже больше года с ним проходила, мне всё нравится. И люди, которые меня видят в реальности, или просто там, не знаю, не знают, потому что у меня нарощенка, они все такие красивые, у тебя волосы такие классные, и я такая, да у меня нарощенные, и они такие, что? Я такая, ну как бы да, что? Я такая, да, класс, общаемся весело. Пользуясь случаем, мои натуральные волосы вот такой длины. Пользуясь случаем, мои нарощенные волосы вот такой длины. Теперь вы можете почувствовать разницу. Так что у меня волосы нарощенные на ленту, у меня даже есть видео, где во время карантина Давид наращивал мне волосы на ленту, и у нас это даже вроде неплохо получилось, правда, когда меня потом визил мой мастер с этим наращиванием, Мне кажется, она в этот момент очень сильно себя сдерживала, чтобы не взорвать, это было просто максимально тупо. А так, что касается ухода, я в последнее время абсолютно не запариваюсь. Причем раньше я очень сильно запаривалась, я покупала дорогущий шампунь, я даже об этом рассказывала на ютубе. Но потом, после того, как я нарастилась в волосы, я вообще забила на это болт. Вот есть у меня там какой-то шампунь, даже если это вообще просто обычный из магазина, из какого-нибудь перекрестка или пятерочки шампунь, я им пользуюсь. Масло, бальзам, вообще один фиг я пользуюсь, мне абсолютно нормально, я перестала абсолютно напрягаться, и мне ок. Единственное, что у меня появилось из хорошего, это мне подарили на день рождения дорогой фен, который Dyson. Да, здравствуйте, это не рекламная интеграция, он, правда, оказался классным и меня устраивает. Единственный минус по сравнению с моим другим феном, который у меня был до этого профессиональный, он слишком долго сушит. По крайней мере, наручные волосы, это пипец. У меня тупо на сушку этим феном уходит от 30 минут, я считаю, что это, конечно, очень долго, поэтому, как правило, в последнее время я обмою волосы, я занимаюсь своими делами, и потом, когда они станут уже, ну, такими вот, чуть-чуть влажными, только тогда я иду их сушить, потому что иначе, ну, блин, это реально 30 минут в своей жизни, нафиг надо. По поводу окрашивания волос, вот я не знаю, как я буду дальше с этой челкой, как быстро она будет отрастать, насколько сильно и часто нужно будет ее корректировать, вообще хз-хз-хз. Но до этого, когда я покрасила волосы более здесь темные, здесь у меня были мои розовые пряди, я их самостоятельно тонировала дома в розовый цвет, опять-таки, при помощи японского розового шампуня, и где-то раз в полтора месяца я ходила на подкрашивание в салон, чтобы меня здесь тонировали красиво, чтобы мне здесь тоже там корни обесцвечивали, но в целом вот этот вот розовый цвет, который был здесь, его я добивала сама при помощи розового бальзама и шампуня. Еще хочу отметить плюс на наручных волос, это то, что ты можешь не париться делать абсолютно любую укладку. Я как блогер, как человек, который постоянно что-то делает, фотки, видео, то есть это вот все, я очень часто делаю укладки, я очень часто травмирую свои волосы, и я поняла, что я, наверное, бы с такими темпами мои натуральные волосы, я бы их просто уничтожила бы в ноль, несмотря на любую защиту, но из-за того, что они наручные, я просто себя чувствую свободно, и если там хочу делать какую-то лютую укладку, я ее делаю, вообще не парюсь. Плюс она держится где-то по три дня, это тоже круто, так что вот так. Теперь по поводу сплита на всю голову. Ну, во-первых, условия не выполнены, все еще формально я сказала, что я покрашу голову, если будет 100 тысяч лайков, на вот этом вот видео, где я показываю вообще, как до этого дошло, пока их там нет, и пока их там нет, окей, это не хорошо, не плохо, их просто нет, ни на что не намекаю. Типа вот представьте, что у меня этих волос нет, давайте я их уберу. По-моему, это выглядит очень топово и очень прикольно, очень свежо, очень необычно, ну и, конечно же, это сразу отсылка, типа, привет, я 2D, да, здравствуйте, нет, на самом деле 3D, и 3Dшники не могут претендовать на силу 2D. Люди, которые мне пишут, что в моем контенте стало слишком много аниме, которые, как бы, здравствуйте, так-то посмотрите мои первые разговорные видео и мои первые влоги, подождите, откуда они были? Ах, да, они же были из Японии, ах, да, подождите, у меня же все перебивки были с аниме, еще до того, как аниме было в моде, но почему-то, как только оно появилось и хайпануло, все начали писать мне, что я на нем хайп, плюс ничего, что я, как бы, 4 года назад стала об этом говорить и снимать видео, здравствуйте, ладно, извините, это просто бомбление, меня от этого горит. Нужно реально танцевать с бубном, и я даже не знаю, бубен, наверное, будет проще в танцевании, чем поддержание этого прекрасного цвета, потому что одна капля красного, попадающая на белое, делает ваши волосы внезапно розовыми, такая вот магия, избежать этого тяжело, мне посоветовали лайфхак, я им воспользовалась, это было удачно, так что я не знаю, что будет делать, если видос наберет 100к, и мне придется красть волосы, а я сказала, что я это сделаю, значит, я это сделаю, поэтому остается только молиться, что оно не наберет 100к лайков, потому что, честно, мне нравится, как выглядит, выглядит очень необычно, очень долбануто, для меня это синоним хорошо, и я довольна, так что вот такая вот у меня короткая история моих волос получилась, я надеюсь, что вам это видео понравилось, обязательно ставьте лайки, лоисы, классики, пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, если я не подписана, и всем спасибо за просмотр, и всем пока!